В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятие с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы расследования подразделений собственной безопасности МВД направлены в Следственный комитет России для проведения проверки правомерности действий сотрудников, непосредственно задерживавших данного гражданина. На период расследования они отстранены от исполнения обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД Западного административного округа города Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по городу Москве генерала Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены. Привет, друзья! И вы только что видели пресс-конференцию министра МВД Владимира Колокольцева, который объявил лично о прекращении уголовного преследования в отношении Ивана Глунова, журналиста, которого подозревали и даже вроде обвинения ему предъявили в попытке сбыта наркотических средств, хранения, то есть в статье 228 Уголовного кодекса 228.1, если я не ошибаюсь, части 4. Она предусматривает наказание, насколько я помню, свыше 10 лет лишения свободы и считается особо тяжкой в Уголовном кодексе. Ну, для всех было очевидно, что это низкий, подлый подброс даже для аудитории паблика омбудсмен полиции. Там я недавно видел опрос, где около 70% людей проголосовало за то, что считают, что это подброс. Был наглый и неприкрытый. Вот. Много было изначально нестыковок и много было тайн, покрытых мраком, так сказать, по этому делу, да, когда в первые часы задержания Ивана. Но потом все стало на свои места, люди поддержали Ивана. Это победа всего гражданского общества. Всех, кто приходил на одиночные пикеты у Петровки 38, всех, кто приходил в суду, всех, кто делал лайк, репост, ретвит и так далее. Некоторых даже задерживали за поддержку Ивана. Субтитры создавал DimaTorzok Позор! 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 И теперь, я надеюсь, у Ивана все будет хорошо Обращаю внимание на то, что многие медиа пишут о том, что прекращено уголовное дело Нет, это не так прекращено именно уголовное преследование в отношении Ивана Годунова Это именно в отношении него конкретно А уголовное дело, я думаю, продолжит расследоваться только в другом нескольком формате Дело в том, что наркотики-то, они из ниоткуда не материализовались из него То есть кто-то же их ему распространил, правильно? Ну мы все знаем, кто, конечно, да? И Следственный комитет, я думаю, знает и разберется, кто это сделал, как это сделал и при каких обстоятельствах Колокольцев уже заявил о громких отставках Я надеюсь, что будут и громкие посадки Причем по той же статье, которую и не криминировали Ивану Ну и по массе других статей, так как это все-таки должностные лица были при исполнении Тут и превышение должностных полномочий И привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности Причем сопряженные с обвинением в тяжком и особым тяжком преступлении Там букетик такой, что уехать до 20 лет, я думаю, им будет оптимальный вариант Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД Направленные министром внутренних дел Российской Федерации В отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова По уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств При наличии оснований по результатам доследственной проверки Будет принято законное и обоснованное процессуальное решение Ну, конечно же, общественное предстояние должно быть этим Даже любви не поворачивается назвать язык этих существ Которые пытались невиновного человека посадить в тюрьму на очень длительный срок Фактически полжизни парень бы провел за решеткой Если бы не подключилась общественность, если бы не подключилась медиа Если бы не наконец не заработало гражданское общество у нас Я от себя лично и от многих моих друзей и знакомых выражаю слова поддержки Ивану поздравляю его с победой Теперь нужно добиваться наказания, реального наказания Для тех, кто это все сотворил Для тех, кто хотел сделать ужасные вещи Для тех, кто сделал ужасные вещи Для тех, кто и применял насилие к Ивану И задерживал его Ну и, собственно, подбрасывал наркотики, конечно, тоже Ну и хотелось бы, конечно, чтобы факты, которые выявил сам Иван в своем журналистском расследовании Нашли свою оценку в Следственном комитете, в МВД и других правоохранительных органах Должны быть посадки, должны быть посадки за эти дела Ведь, получается, эта история с подбросом наркотиков Это подтверждение того, что Иван докопался до истины Что Иван докопался до правды И что у нас, получается, на самом верху сидят бандиты Самые настоящие коррупционеры Которые мешают жить народу Баня! 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 Б Я рад, что, собственно, как бы с привыкли, что происшествовало, и ровное дело прекращено. Я надеюсь, что, собственно, расследование продолжится, и я, собственно, надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации, как оказался я. Ваня, мы тебя любим! Семь рожденья! Ваня, спасибо! Ребята, пропустите собаку, ну вы что? Блин, все сняли, вы уже 10 раз. Позвольте, хорошо! А ведь многие говорили, и до сих пор говорят, что вот, зачем вы там выходите на эти одиночные пикеты, зачем вы там собираетесь, зачем вы выходите на улицы, ничего не изменишь, зачем делать эти лайки и репосты, а ведь ничего не изменишь, ничего не поменяется. Вот вам яркий, живой пример, как можно за несколько буквально дней переломить такую вот ситуацию, которая сложилась в данном случае. Поэтому, ребятушки, обязательно проявляйте гражданскую активность, и все у вас получится. Боритесь за свои права!